Всех приветствую, друзья! Надеюсь, меня видно-слышно. С вами Дмитрий Черепощук. Рассмотрим с вами интересные идеи на начало сентября. И давайте ближе к рынку. Интересная ситуация у нас была по золоту. Вышли мы импульсно несколько раз наверх. Хотя находимся, вот на дневном графике обращу ваше внимание, что находимся мы все равно в каком-то канале. Где-то между 17.27 и районом 18.31. Очень большой канал. Но если мы торгуем интродэй, текущую ситуацию нам не важна такая величина. Нам нужно посмотреть, что у нас на дневном графике в данный момент. В данный момент у нас вышли импульсно выше и стоим всю неделю. В понедельник 27.08 мы вышли выше и стоим не откатываемся. То есть, держат нас. Выходили новости, выходили статистики любые. Все равно нас удерживают. Не очень красивая консолидация. Все-таки какое-то есть смещение у нас вниз. Но, тем не менее, стоим не откатываемся. После хорошего движения не было глубокого отката. Этот бар сразу выкупил. Поэтому я думаю, что золото сходит еще повыше. По часовому графику не так все радужно. Более четко видно, если мы возьмем, что есть у нас сопротивление. Но, тем не менее, к этому сопротивлению у нас 30 долларов. Чуть меньше, да? Прошу прощения. Там где-то 25. Но, тем не менее, у нас есть запас хода. При АТА-ре 14 вы можете со стопом там в 1.5 доллара до 2 забрать свои 5 долларов. Правда, 4.5 или, если это 2, то 6 долларов. Поэтому запас у вас колоссальный. Единственное, что где брать, это нужно уже смотреть по своей стратегии. Но очень хорошо смотрится. Особенно будет импульсное завершение вот этой модели. Это выход выше 18-19. Если не будет такого резкого движения, мы так поступательно подойдем, то, скорее всего, на 1, 2, 3, вот это будет не до 4. На 5 раз, скорее всего, мы эту зону все-таки преодолеем. Но все может быть на рынке. Если мы все-таки не удержимся, тогда сценарий отменяем. И примерно от этих же зон, да, 18-08, можно пробовать открывать шорты. Единственное, что мне не очень нравится, потому что, во-первых, вышли импульсно. Стоим, не пускают ниже. Все хвосты вверх. Снизу, прошу прощения, да. То есть, все указывает на то, что пойдем выше. Как это будет, это будем смотреть уже по итогам пятницы. Скорее всего, оно сегодня именно исходит. Потому что в пятницу чаще всего золото стреляет. То ли на новостях, то ли просто люди не выдерживают, да, что кто-то взял позицию, вы же не забывайте. Кто-то берет шорты, кто-то берет ланги. Это мы с вами анализируем так, кто-то по-другому. То есть, у всех свое видение. И кто-то просто будет фиксировать свою позицию. И удержит ли крупный игрок после этой фиксации эту цену, это уже большой вопрос. Но, тем не менее, золото смотрим. Сегодня даже можно открыть наверх. А со следующей недели уже будет более понятно. Потому что у нас уже будет история за пятницу. По нефти. По нефти очень она меня удивила. Если честно, вчера получил по ней убыток. Вышли вы выше. Все замечательно. Все красиво. Тренд сохраняется у нас. Если мы еще на прошлых неделях с вами, в прошлом месяце даже, да, весь август отмечали, что понижательные у нас хаи. Поэтому сильно выросли импульсно. Честно, я не поверил, что это будет рост. Новостной или натуральный, да. То есть, я не могу сказать, но я вчера брал шорты. Да, я рассчитывал на то, что после такой дневки, у меня на другом мониторе отмечен этот уровень, примерно вот в таком районе. То есть, здесь, как такая зона, я могу и этот взять, да, хвост, и этот. Но суть дела не меняет. То есть, я брал в районе 72 шорт. Меня благополучно высадили, да, я получил системный стоп и пошли наверх. По часовику сейчас ситуация в плане модели сломлена, да. То есть, куда она пойдет, честно, я не понимаю. Потому что вот эта модель вся была вчера за шортовый сигнал. Но, к сожалению, он не отработал. Поэтому по нефти сейчас я смотрю, что это новый контракт, да, у нас на московской бирже. Нефть экспирируется каждый месяц, да, это новый фьюч. Поэтому, может, это было связано с перекладкой. Я потом обращу ваше внимание, что вот стандартный, да, примерно, объем. Это когда еще он не торговался. И вот такие повышенные объемы, то есть, выходили. Может, это была перекладка, ничего не могу сказать. Поэтому будем наблюдать, пока все-таки не стоит сильно. Единственное, что, если вы знаете, корреляция с российским рублем обычно высокая. Да, сейчас она поумеренней. Но, тем не менее, видим, что рубль давит, да, то есть, он укрепляется. Но, тем не менее, вот какие-то уже первые позывы к развороту, да, из-за того, что все равно тренд нисходящий, согласен, все. Но много мы уже прошли, да, безоткат, но уже напрашивается в этой зоне откат. Поэтому, естественно, с ослаблением рубля, естественно, что, скорее всего, будет корреляция какая-то с нефтью. Вот, поэтому посмотрим, как это будет. Но нефть пока выглядит сильно, поэтому по тренду торгуем нефть, то есть, наверх. Единственное, что много прошли, вот это мне не нравится, да. Сильно вышли, объемы, все красиво, но, скорее всего, это могла быть перекладка. Поэтому очень осторожно с нефтью. Что касается доллар-рубль, я бы уже посматривал на прикрытие, да, шортовых позиций и может быть спекулятивно. Единственное, что видите, вот часовик мы сейчас с вами утром в режиме онлайн, да, наблюдаем. Часовик уже рисует не очень красивой модели, поэтому уже отскоки не рекомендую вам брать, потому что все равно вот давят по тренду. В любом случае, любой откат служит для того, чтобы вы зашли по лучшей цене по тренду. Поэтому смотрим за доллар-рубль, скорее всего, что будет какой-то откат, но, наверное, не в пятницу. Поэтому доллар-рубль смотрим на следующую неделю. Евро-доллар удивил, да, мы вчера, говорю, в пятницу с вами обсуждали то, что неинтересный инструмент, но, тем не менее, видите, какое-то движение он дал. То есть нарисовал, давайте с вами более четко отметим. Но этот нельзя, конечно, уровень выбрасывать, потому что с него было такое колоссальное движение. Хотя он тут и запилен, он может еще отработать. Давайте мы его уберем, чтобы у нас картинка была красивая, да. Но, тем не менее, из виду его нельзя упускать. То есть, если вы будете, например, открывать шорты, то вот в этой зоне лучше часть позиций сбросить, да, то есть сбросить себе риск и сидеть уже спокойно. Пробьет так, как было здесь, замечательно, не пробьет. Вы зафиксировали какую-то часть и уже вам более спокойно сидеть. Поэтому по евро-доллару пока ситуация неинтересна нам вплоть до уровня 1.19. Вот после уровня 1.19, я думаю, что мы посмотрим с вами, скорее всего, это будет ложный пробой, да, потому что мы очень хорошо поступательно идем. Я не говорю, что это некрасивое и быстрое движение, красивое, да. Все идет на то, что будет пробой. Единственное, что очень слабый тренд, то есть, в плане на лонговый сценарий, все равно нас давят и, скорее всего, это будет ретест, да. Очень мы глубоко сходили. Вот, поэтому, скорее всего, будет ретест. И я думаю, что мы пойдем от этой зоны, то есть, можно рассматривать отсюда шорты. Мы в зону можем пойти вплоть до снова обновления лоя, это 1.16. Поэтому по интересным инструментам это все, что я хотел сказать. Желаю вам хороших выходных и до скорых встреч.